Доброе утро всем, уважаемые онлайн-слушатели! Доброе утро, мои дорогие онлайн-слушатели! Мы с вами встречаемся вновь. Сегодня, опять-таки, хороший солнечный день. Напомню, меня зовут Тулиген Урозалиев. Трансляция ведется с официального офиса Аль-Пареи, с города Алматы. Многие уже привыкли встречаться со мной по утрам. Я тоже к вам уже очень хорошо привык. Поэтому сегодня мы обсудим, что произошло на рынках вчера по евро-доллару, по фунт-доллару, по золоту. Вчера был замечательный день, на самом деле. Очень, как бы, наши каналчики хорошо отрабатывают. Напомню, мы работаем на выходе из горизонтальных коридоров. Косые коридоры мы пока не рассматривали, потому что их пока не происходит. Ну и горизонтальный коридорчик вчера нам показал очень хороший результат. И там есть, ну, как бы, сегодня я вам покажу один бонус. То есть по другой валютной паре. То есть данную тактику вы можете применять по любым своим любимым валютным парам, потому что она работает абсолютно на всех активах. Это можно применять даже на фондовом рынке, к примеру. То есть если вы видите график, вам самое главное увидеть график. Напомню, мы работаем по методу теории Фибоначчи. То есть определяем коридор и выход из коридора до уровней Фибоначчи. То есть 161, 261, 423. Вот. Как бы аналитику больше понимает, естественно, продвинутый трейдер, который уже может пользоваться этими уровнями. Поэтому внимательно наблюдаем, рассказываем об этом друзьям. Торгуем. Тактика, еще раз повторюсь, проверенная. Я на ней торгую уже достаточное количество времени, то есть несколько лет. Началось все с того, что кто-то предложил проверить выход из коридора, то есть что цена никогда не стоит в рейнже, когда-нибудь все-таки она уходит. Осталось только добавить, на какое расстояние она будет выходить. То есть раньше все это делалось наугад. Если кто-то помнит, была такая тактика, что любой рейндж, когда он прекращается, он выходит на размер двух рейндж. Ну то есть, грубо говоря, измеряли размер рейнджа. Если он 50 пунктов, то тейк профит стояли на 100 пунктов. То есть он туда-сюда ходил и обязательно из рейнджа уходил на два размера рейнджа. То есть здесь что у нас происходит? Более выгодная торговля. То есть мы торгуем с рентабельностью в среднем 1 к 3. То есть если в риск мы выставляем, к примеру, 100 долларов, то в данной позиции мы намерены заработать 300 долларов. Вот. Нина, я вас поздравляю, потому что по австралийцу я вчера тоже зашел. И я сейчас вам покажу эту сделочку. Она такая приятная, на самом деле, по австралийцу сделка. Я вам покажу, что я действительно на нем заработал. Вот. И капитал восстановился. Итак, активно подключаемся, задаем вопросы. Мы с вами продолжаем сотрудничать. И сегодня мы приступаем к обзору от 7 октября. Поехали. Так, нам нужно сначала включить экранчики. И что мы видим на экране? Итак, что мы видим на экране? На экране мы видим... Мы все видим на экране? Вопрос у меня к вам. Все видим. По-моему, все. Итак, поехали. Сейчас я стрелочку выведу сюда мышечку. Мы с вами видим евро-доллар. И мы не меняли своих позиций. То есть, как вчера все было. Сергей, ничего страшного. Многие по фунту проспали. Отложки не нужны. Я еще раз предупреждаю. Если вы проспали, можно прямо сейчас по фунту заходить. Я сейчас прокомментирую фунта. Внимательно смотрим на евро. Смотрите, что происходит. То есть, мы рассматриваем правильную коррекцию. Почему я говорю правильную коррекцию? Потому что она действительно является коррекцией по отношению к предыдущему импульсу. То есть, смотрите, это был импульс. То есть, это является коррект... То есть мы не берем вот эту сторону, почему? Потому что эта сторона является коррекцией от вот этого большого импульса. То есть мы взяли вот эту небольшую, почему мы ее взяли? Потому что ее впервые начало пробивать. Ее пробили, мы наложили уровень Fibonacci. Что теперь по евро произошло? Один раз пытались торговать вниз, нас по 100% снесло. Вчера я сказал, что вы самостоятельно наблюдали за уровнем 100, за уровнем 100. Вчера ничего не произошло. Но буквально вот несколько минут назад эта свечечка была вот здесь. Я надеюсь, что она закроется буквально через... нам осталось сколько сейчас? 35 минут. Буквально через 25 минут я надеюсь, что она закроется выше сотки и мы начнем покупать. Со стопиками ниже 76 и стейк профитом на 261. Давайте сверим каналы. То есть сотка у меня находится на цене 1.12.79. Если у кого-то не так, то поправьте, пожалуйста. 1.12.79 находится уровень сотый. Если мы закрепимся телом свечи часовой выше 1.12.79, правильно говорите, Екатерина, вчера стоп снесло. То есть мы заходили вчера здесь и снесло стоп на 76. Но опять-таки я повторюсь, что я радуюсь каждому стопу. Почему? Потому что ближе тот момент, наступает все-таки тот момент, когда рынок, ну то есть наконец-таки уйдет из этого рейнджа. Ничего страшного, что произошел стоп. Если вы соблюдали money management и будете соблюдать Екатерину, то с вами ничего страшного не произойдет. Да, заходили мы вчера, снесло стоп. Еще раз повторюсь, стопы не модифицируем, то есть не двигаем их туда-сюда. Снесло все. То есть задача ваша сегодня абсолютно спокойно торговать. Вы заметили, что мы встречаемся всего один раз в день по утрам. И с нами ничего страшного не происходит. Никаких депрессий, стрессов, не знаю. У нас все хорошо. То есть как бы в течение дня контролируем каждый час. Если что-то куда-то выходит, заходим самостоятельно, смело ставим на 76, тейк профит на 261 и наблюдаем. По евро-доллару на сегодня все. То есть мы до сих пор остаемся верными вот этой коррекции. То есть Fibonacci мы не меняли за последние 2-3 дня. Если мы сейчас закрепимся выше сотки, то будем покупать до 261 со стоплосом на 76. К евро возвращаться больше не буду. И я думаю, что все видите, где я использовал Fibonacci. На вот эту коррекцию использовал. График часовой. Вниз не пошли. Надеюсь, что пойдем вверх. Но смотрите, тут же происходит еще одно положительное событие. Сразу вам покажу, чтобы вы имели в виду. Я сейчас удалю, чтобы вы понимали. Дело в том, что уже сформировалась вот такая, помните, я говорил, полудуга. И эта полудуга уже на старте пробития. И сейчас я вам покажу один вход. Если кто-то не участвовал в прошлых сделках, то у вас появится возможность еще войти вот по такой схеме. То есть мы берем всю эту полудугу, к примеру. Получается так, так, вот отсюда. Вот. И если мы ее пробиваем, то Take Profit у вас получится немножко дальше. Видите, как хорошо? То есть мы работаем сейчас, остаемся верными здесь. Почему? Потому что у нас уже один стоп-лосс есть. Поэтому нельзя сейчас переходить на другую полудугу. Но кто не участвовал в прошлых сделках, у кого еще нету стопов, вы уже можете работать вот по этой, по свежей, красивой коррекции, то есть которая сейчас будет пробивать. Если она пробьет, то получается вот эта волна уже длиннее будет этой волны. Значит, эта волна будет считаться импульсом, а эта волна по отношению к этой будет считаться коррекцией. Вот. Преимущество вот в этой сделочке только в том, что 261 дальше находится. Чем он у нас, смотрите. То есть мы остаемся верными вот этому коридорчику, и у нас 261 чуть-чуть ниже. А если вы возьмете вот этот коридорчик, то 261 у вас будет чуть-чуть дальше. Поэтому, еще раз повторюсь, у кого уже был стоп-лосс вот по этому коридору, то вы остаетесь в этом коридоре и продолжаете торговать на пробитии сотового уровня с тейк-профитом на 261. У кого не было стоп-лосса по прошлому коридору, то торгуете по свежему коридорчику, который вот-вот будет пробиваться. Вот сейчас он будет пробиваться. Скорее всего, это произойдет следующим часом. По евро я закончу, потому что много интересного у нас еще есть по другим нашим валютным парам. По фунту смотрите, что произошло. Кто-то там вчера не успел. Сергей, вы не успели вчера по фунту зайти. Я вчера, если честно, заходил удвоенным лотом, поэтому я закрыл. Смотрите, я восстановил капитал. Кто помнит, вчера у меня был капитал порядка 9 тысяч с чем-то. Сегодня уже почти 11 тысяч. Почему? Потому что вчера произошло событие. Смотрите, сотку мы пробили по фунту, нужно было заходить здесь со стопиком и стейком вот здесь. Но так как я заходил удвоенным лотом, когда она подходила к 161, то есть оно мне уже давало 600 долларов, поэтому я его прикрыл. Отлично, Сергей. Вот я его прикрыл и 600 долларов положил себе в карман. Но чтобы было все по-честному, буквально, когда я пришел на работу час назад, я зашел опять buy, смотрите, поставил take profit на 261 и stop loss поставил на 76. Почему? Потому что вчера вот эта свечка очень красиво, смотрите, пробивает сотку. То есть уверенным таким характером пробивает и закрепляется выше сотого уровня. И все. Сейчас мы протестируем 161. Да, почему? Нет, я вообще торгую, у меня помимо этого счета есть еще другие счета. Я торгую, смотрите, у меня есть несколько счетов. Один счет называется часовка, второй счет называется четырехчасовка, третий счет называется дневка. Но честно вам скажу, по дневке у меня take profit закрывается где-то к концу года. Почему? Ну, сами понимаете, почему. Потому что идет она, знаете, мучает. То 2-3 месяца я в хорошем настроении, потом 2-3 месяца я сижу в просадке, ну, к концу года она закрывает. И, возможно, она к концу года закроет со stop loss. Поэтому сами решайте, какой у вас характер, Владимир. Вы можете торговать по данной схеме, по данной схеме можете торговать на 5 минутках, на 15 минутках. Без проблем. То есть везде система одна и та же. Но единственный минус на 15 минутках и 5 минутках это шпильки, которые постоянно тестируют 76 уровень. Постоянно 76. Здесь тоже можно по другому. Да, здесь тоже можно. Правильно говорите. То есть кто торгует и остается верным вот этому коридору, оставайтесь верным этому коридору. Для новичков есть свежая сделочка. Вот она свежая сделочка, в которую прямо сейчас можно зайти. И выглядит она вот таким образом. Вот таким образом выглядит эта полудуга. И вот сейчас мы его пробиваем. Но пробитие было уже вчера. То есть было пробитие вчера вот этим часом. Это было в 22.00 по терминалу. Вот уже можно заходить. Почему? Потому что здесь у вас тейк профит будет немножко дальше. То есть он будет на 261. Ситуация точно такая же по евро. Кто остается верным старому коридору, оставляем тейк профит на месте. Кто хочет работать в этой полудуге, то ставим тейк профиты на 261. Все активно идет вверх пока что, но в любой момент это может все это развернуться. Поэтому будьте готовы к стоп-лоссу, соблюдайте менеджмент, пожалуйста. Почему? Потому что прямо сейчас он может развернуться и пойти к 76.00. И завтра мы будем с вами обсуждать стоп-лоссы. Поэтому рассчитывайте стоп-лоссы, чтобы у вас все было хорошо. А чтобы тейк профит не отодвигалось, остаемся верным нашему прошлому коридору. Наш прошлый коридорчик, напомню, он был, по-моему, вот здесь, одноцветный. Вот он, наш прошлый коридорчик. Мы остаемся верным ему. Тейк профит у нас остается... У меня лично тейк профит остается на 261.00, я его менять не буду. Вот, смотрите, только что на наших глазах протестировался уровень 161. И вы видите, что, смотрите, шпилечка его коснулась. И на некоторое время останавливается. Почему? Потому что это серьезный уровень. Возможно, сейчас от 161.00 будет небольшой откат. Но ни в коем случае, пипсовщики, просьба у меня к вам, не торгуйте от 161.00. Потому что он, видите, вот смотрите, как отрабатывает 161.00. Поцеловал и отходит. Дело в том, что я так люблю Fibonacci. И я всегда ассоциирую это с жизненными примерами. Каждый уровень либо целуется слегка, либо целуется, как говорится, плотно. В данном случае его просто слегка чмокнули, 161.00 уровень. Но если мы сейчас пробиваем 161.00, значит, мы очень сильно хотим чмокнуть 261.00 уровень. Поэтому я считаю, что когда ваши тейк-профиты закрываются поцелуйчиками, то есть поцеловала вас и вернулась назад. Вот это, я считаю, очень грамотная и очень точная торговля, когда ваш тейк-профит снимет и дальше не идет. Поэтому стремитесь к этому. Стремитесь к профессионализму и к модернизации этой тактики уже для себя. То есть резюме по евро вы поняли, резюме по фунту вы поняли. Верные, старым. Да, чего ваш счет таит по системе? Стоит или таит? Он что-то таит, мой счет. Но он еще и стоит. Поэтому модифицируйте эту тактику под себя, под любые валютные пары, под любые временные периоды. Работайте на часовках, на получасовках и так далее. ТП поставил на 425, по другой системе. Вход по FIBA, выход по классике. У каждого додика своя методика. Как я повторюсь уже. Я могу тейк-профит поставить, смотрите. Я могу сказать, я волк. И поставлю тейк-профит вот сюда, на 1109 уровень. Ну, если мне повезет, оно, конечно, дойдет. Счет таит. Уменьшается. Ничего не могу понять. Все, отлично. Дальше. По фунту тейк-профит на 261, то есть ничего не мне. Ну, давайте не будем отвлекаться. Куда он тает, я не могу понять. Если на моем счету было 15 тысяч долларов, 5 тысяч, я на начало месяца снял. Потом мы опустились до 9, и сейчас на нем 11 тысяч. Что там тает, не могу понять вопрос. Далее, смотрите. По фунту что произошло? По фунту, ой, по золоту. По золоту произошла та же ситуация. Смотрели мы за маленьким коридором. Еще мы вчера спорили, то ли этот коридор брать, то ли тот. Но я сказал, что если 161 вот так вот хорошо отталкивается, значит, этот коридор правильный. То есть сходили к 161, протестировали нулевой уровень, застряли пока. Вчера мы с вами здесь встречались. Вылетаем вновь. Вот здесь нужно было заходить. Здесь, на самом деле, я зашел. Опять-таки, повторюсь, чтобы сохранить капитал удвоенным лотом. И забрал я здесь, на 261, не доходя своей позиции. Почему? Потому что он начал откатывать, начал забирать. Теперь смотрите. Данная коррекция, вернее, данный импульс до 261 считается уже отработанным. Почему? Потому что, ну, не дошел он до 261, буквально там размер спреда. Размер спреда. Предлагаю не перебивать преподавателя. А, ну да. Хорошее предложение. Хорошее предложение. Смотрите. Вот это я вам уже из наблюдений собственных многодневных, ой, многолетних скажу. То есть, когда происходит такая ситуация, что до 261 не добивает, смотрите, а потом возвращается к 161, к 161, то 261 считается отработанным. Почему? Потому что совсем небольшое количество здесь. Поэтому, помните, я всегда предлагаю, ставьте take profit, не доходя. То есть, я говорю, поставьте take profit, не доходя, к примеру, вот так. И тогда вас обязательно будет цеплять. Но, но прогноз хороший у золота, он сегодня протестирует 261 и, скорее всего, пойдет дальше. Почему? Потому что, опять-таки, у золота, для тех, кто не участвует вот в этом коридорчике, у золота есть еще одно подтверждение. То есть, пробит еще и вот этот коридорчик, смотрите, вот этот коридорчик. То есть, он пробит, то есть, он стремится теперь к своему 261. Но у него 261 почти на том же уровне, как у этого. Вот, и поэтому есть третий вариант входа по золоту. Формируется еще один новый, как мы ему уже приловчили с вами его назвать, еще одна новая полудуга. Вот, небольшая, маленькая. Если она пробьет, то ставим тейк профиты на 261. На 261. Теперь, смотрите, давайте еще я вас научу такой интересной вещи, чтобы вы тестировали потом на своих любимых валютах. Вот эту точку видите? Вот эту точку. Я такие точки для себя обозначаю, как очень серьезные точки. То есть, эта точка на самом деле очень серьезная. Почему? Потому что в этой точке произошел разворот. Но отмечу я ее так, не буду брать шпильки. Об этом я расскажу. Это секрет именно, да? 24 октября на семинаре, да? Что вот это очень серьезный уровень. И когда вы что-то планируете закрывать позиции в бай, вы должны посмотреть, совпадает ли ваш какой-нибудь там 261 с этим уровнем. Если совпадает, то все хорошо. Ну вот видите, наш 261 находится под этим уровнем, да? А вот этот 261, ой, извиняюсь, почему-то эти раньше удаляются. Вот этот уровень серьезный, верну его на место. А вот этот 261, он находится уже за пределами. Он совпадает со 161. Совпадает со 161. Поэтому одним махом мы на 261 не пойдем. Почему? Потому что вот этот уровень, вот этот уровень даст нам серьезный откат. То есть, когда мы пойдем, мы упремся в 161 уровень от вот этой маленькой коррекции. И еще упремся вот в серьезную линию и будем отсюда откатывать. Поэтому рекомендую, как бы, кто будет работать на пробитии сотки, все-таки закрыть свои позиции на 161. Данная тактика, она требует... Алмат, приветствуй. Еще один мой друг-товарищ появился в чате. Алмат, приветствую вас. Еще раз говорю. То есть, не стремитесь идти к 261, если вы по дороге видите серьезный-серьезный вот такой вот аргумент. А это очень серьезный аргумент. То есть, в этой точке произошел разворот и был он такой достаточно серьезный затяжной разворот. Вот. Поэтому, что у нас сегодня в резюме по золоту? В резюме по золоту мы свое уже отработали. Забираем прибыль, если таковая имеется. А, скорее всего, она у вас имеется. Вот здесь в данном случае 46 пунктов у вас есть. Кто зашел вчера правильно по золоту? Поставьте плюсики. Кто зашел вот здесь? Кто зашел вот здесь? Здесь, соответственно, вы сейчас находитесь в прибыли, поэтому я рекомендую вам закрыть позицию, почему, либо, либо take profit поставить вот сюда, смотрите, то есть, ну, на вот эту серьезную линию. Цена серьезной линии, цена серьезной линии, я вам сейчас скажу точно, цена серьезной линии 1,50, 11,55. А, ну, понятно, почему это серьезная линия, потому что, во-первых, это психологическая цена. Во-первых, это психологическая цена, и вот здесь вот, ну, я для вас напишу, чтобы вы не забывали, да, 11,55. Если кто не знаком, это психология. То есть вот такие цифры, как 11,55, 11,44, 11,33 являются психологическими, поэтому с первого раза мы эту цену не возьмем. Давайте вот я сейчас еще раз поставлю, где она находится, и вы себе ее тоже поставите. 11,55 будет серьезно сегодня сопротивляться для того, чтобы завершить сделки по золоту. Правильно, вот Екатерина делает точно так же, как я. То есть, когда вы станете уже такими продвинутыми пользователями данной тактики, если вы видите, что что-то идет не так, то лучше закройте серьезную прибыль. Вот. На самом деле, смотрите, я вчера заработал порядка двух тысяч долларов. Благодаря еще одной хорошей сделке, сейчас я вам сделаю презентацию этой сделки, вот она. Это австралийц-доллар. Кто-то вчера, вот здесь уже мне написал в комментарии, что тоже заработал на австралийце-долларе. Смотрите, как было вчера очень красиво. Просто совершенно случайно, совершенно случайно, вот это вот серьезное пробитие австралийца, ну, как бы, я посмотрел, смотрю, серьезная такая свечечка пробивает хай. Думаю, что это за безобразие такое, давайте посмотрим, да. Вот. Здесь, как я еще раз повторюсь, одноцветная коррекция. То есть, это серьезное событие, когда все свечки одного цвета приседают, а потом вдруг начинают пробивать, да. То есть, я наложил уровень Фибоначчи на одноцвет. То есть, ну, понятно, на вот эту коррекцию наложил Фибоначчи и увидел, что произошло пробитие. Вот. Дождался. То есть, чего дождался? Смотрите, вот здесь заходить не стал. Почему? Потому что цена была невыгодная. Он протестировал 161-й и потом через несколько часов я случайно увидел, что он начинает тестировать опять уровень сотку. Захожу, ставлю, смотрите, стоп-лосс ниже 76-го, ставлю тейк-профит на 261-м, и буквально перед нашим семинаром вот эта свечка, она закрывает тейк-профит. Она закрывает тейк-профит, и по австралийцу получилась серьезная прибыль. То есть, здесь по австралийцу было 664 доллара. Вот. Кто закрыл точно такую же позицию, поздравляю вас. Теперь давайте вернемся к чему уберу австралийца, вернемся к нашему привычному с вами делу и подведем итоги. Смотрите, фунт, что делает фунт, приносит сейчас прибыль. Почему? Потому что он пробивает 160 в первую. То есть, сделаем резюме. Наблюдаем по евро-доллару за уровнем 100, при пробитии уходим до 261-го. Закрываем фунта на 261-м. У кого имеются позиции, у кого нет позиции, можете запрыгнуть в них, в принципе, до 261-го. Но тогда у вас сделка не рентабельная, а рентабельная. Стоп-лосс у вас по текущей цене будет 80 пунктов, тейк-профит будет 80 пунктов. Один к одному риск. Закрываем фунта на 261-го и закрываем золото, у кого есть позиции, либо вручную, либо на 11.55. Сегодня мы впервые с вами столкнулись, что при торговле по данной тактике нужно обязательно учитывать серьезные психологические цены. Тем более, если они совпадают вот с таким событием. То есть, шли активным восходящим трендом вверх, ударились, испугались и пошли вниз, надолго пошли вниз. И сейчас мы находимся возле него. И я говорю вам точно, что его с первого удара мы не возьмем. Знаете, я ассоциирую вот таких вот психологические цены, это как больших крупных ребят. То есть, с одного удара их не возьмешь. Нужно его несколько раз ударить, чтобы все-таки пройти сквозь него. Это как охранник в ночном клубе 11.55. Стоит он и не пустит вас с первого раза. Это гарантия вам. Вот. Поэтому спасибо всем за внимание. У нас остается 5 минут. Есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста? Сергей, я еще раз повторю. Закрывать вручную никто ничего не собирается. То есть, остаемся верными 261-му. Пожалуйста, закрывайте его на вчерашнем 261-му. Я отвечаю на вопрос по золоту, держу. Держите до 261-го. Ваш тейк-профит сегодня обязательно сработает 11.51, потому что мы пойдем к психологической цене 11.55, а вы по дороге закроете позицию с прибылью. Это будет вчерашняя наша позиция. И вот этот коридор будет считаться отработанным. Цифры. Какие цифры? А, цифры, что мы сегодня сделали. Ну, цифры у нас остаются прежними. Тейк-профит по фунт-доллару 53.397. А по золоту у нас тейк-профит, ну, у меня нету в позиции, 11.51799. 11.51. Это цифры по золоту 11.51 и цифра по фунту 1.5339. Нет, коридор по евро. Коридор по евро цифры. Все правильно, хорошо. Коридор по евро пробиваем, если мы 1.1279 начинаем покупать до 1.454. Давайте я поставлю, как обычно, как у нас принято. Как принято. То есть, если пробиваем цену вот эту, то тейк-профит ставим 1.454. А вот стоп-лосс ставим ниже цены 1.1254. 1.1254. 1 к 1, что лучше? А, лучше, конечно, 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4, 1 к 10. А очень хорошо, это 1 к 150. Я шучу, Ирина. На самом деле, 1 к 1, ну, не считаем хорошей сделкой. Но если есть возможность заработать 100 долларов, то, конечно, можно зайти. Только что закрылась сделка новозеландца. Кто-то просит смотреть новозеландца. Давайте посмотрим. Мне самому интересно просто. Его я не смотрел. Давайте просто посмотрим. Пожалуйста, работайте по своим любимым парам по данной системе, и у вас все будет хорошо. Где новозеландец? Он мажор. Наш новозеландец находится вот здесь. Очень хороший парень новозеландец. Потому что он ковбойец, да? Поехали. Так. О, красиво. Тоже самое, смотрите, тоже происходит. На новозеландце то же самое, что и на австралийце. То же самое, что и на австралийце. А, нет, не закрылась же позиция. Где мы видим, что она закрылась. Пока не вижу. Ну, сейчас закроется. Пока еще не закрылась. Но, скорее всего, закроется. Если, конечно, мы будем брать первый коридорчик. Вот только что закрылась. Правильно говорите. По новозеландцу, смотрите, правильно говорите. То есть взяли маленькую коррекцию, увидели первую белую свечу. То есть увидим, видим возврат. Пробиваем. Но здесь очень много стопов. Первый стоп, второй стоп, третий стоп, четвертый стоп, пятый тейк. Отлично. Отлично. Это для тех, кто в раннем канале работал. Для них наступил тейк. А кто работал в позднем канале, для него тейк еще далековато. Это для тех, кто в позднем канале работает. То есть, смотрите, есть ранний канал, поздний канал. То есть, если мы... Давайте я вам увеличу, чтобы вы понимали. Если бы мы наблюдали за новозеландцем вот при первой коррекции, да, смотрите, при первом возврате, и вот тут белое начинает разгоняться вверх, тогда, естественно, ваш тейк профит только что сняло. Вот, пожалуй. Вот только что ваш тейк профит сняло. Но у вас было вниз очень много стопов. Первый стоп, второй стоп, третий стоп, четвертый стоп и пятый тейк у вас получился. Пятый тейк. Отлично. Сергей по H4 ставил. Ставил пишет. А, по H4. Давайте по H4 посмотрим. Правильно, подсказывайте, потому что это не та валюта, по которой я что-то наблюдаю. Вот это или вот это. Давайте и то, и другое посмотрим. Если мы смотрим на вот это, то только что, правильно говорите, по H4, вот, правильно. Одноцвет красивый. Здесь маленькая не считается. Пробили, зашли. Не касались, не касались 76-го. Забрали 261-й. Еще раз повторюсь, уважаемые онлайн-слушатели, мои любимые ежедневные друзья. Эта тактика уникальна, и она работает на всех временных периодах. Почему? Потому что рынок не стоит на месте, он немножко поранжует и обязательно пойдет к 261-му. Инна, добрый день. Записи можете смотреть на моем канале. Мой канал называется SuperTraderKZ. Он есть в YouTube. Вот. Записи так и называются. Утренний обзор валютного рынка для эффективной торговли. И там я выкладываю записи ежедневно. То есть каждый день там написано. Запись сегодняшнюю я выложу буквально через несколько минут в YouTube. Ссылку я вам не дам, но я вам дам, смотрите, если вы в YouTube введете правильно мою фамилию и имя, вот так вот, если вы введете правильно фамилию и имя, то тогда вы попадете, ну это в YouTube надо ввести, Тулеген у Розалиева, и вы попадете на мою страничку. Там я выкладываю абсолютно все ежедневные семинары для тех, кто не успел к нам сегодня присоединиться. На сегодня, я думаю, все. Мы укладываемся в регламент, время 10.00. Кто понял, что происходит сегодня, тот уже зашел в сделочки. Анализируйте свои любимые пары. Почему? Потому что где-то по вашим любимым парам затаился хороший вход. Мы его пока, допустим, не видим. Поэтому завтра вы будете как бы на нашем аналитическом семинаре писать, что ура, я заработал там, к примеру, на швейцарском франке, к примеру, или ура, я заработал там еще на какой-нибудь валюте. Абсолютно по всем любым валютным парам эта тактика работает. Желаю вам успехов. Спасибо большое, что вы все-таки ежедневно включаете наш канал. Смотрите. Нет, нет, не надо, возможно, вы имели. Я ничего не имел в виду. Пишите Тулиген, не Тулиген, а Тулиген. И нажмите Enter. Написали Тулиген Розулеев? Enter, нажмите и все. И попадете на мой канал. Через несколько минут запись там уже будет лежать. Тем более, сейчас в чате с нами еще есть Салават Аухатов. Он тоже выложит на своей страничке данную запись. По привычке, кто привык к Салавату ходить, ходите к Салавату, смотрите там записи. Отлично. Всем спасибо. До новых встреч. Желаю вам удачи большой. Не проглядите новые входы. Обязательно у вас сегодня по каким-то валютам появятся новые входы. Спасибо всем. Добро пожаловать на семинар 24 октября. До свидания. Салават Аухатов